Сразу за Рейхстагом стоит ультрасовременное здание. Над центральным его фасадом, стены которого представляют сплошное зеркальное стекло, нависает большой прямоугольный козырек. Это второе здание германского бундестага, официальное название «Дом Пауля Лёбе», названный именем последнего председателя Рейхстага в до-гитлеровской Германии. Берлинцы окрестили «Дом Пауля Лёбе» восьмицилиндровым мотором за его ярко выраженный стиль техно. В здании находятся офисы депутатов бундестага, приемные, два десятка залов для совещаний и большой ресторан – бундестаговский аквариум. С набережной сквозь большие стеклянные окна можно наблюдать за процессом принятия пищи депутатами. Здесь могут пообедать и простые смертные, но сначала им придется подвергнуться тщательному досмотру службы безопасности. Зимой 2010 года в подвалах «Дома Пауля Лёбе» поселились мышки-палевки, спасавшиеся от морозов. Немецкие парламентарии решили, что грызуны мешают работе. Всех мышей отловили с помощью специальных мышеловок и выпустили в лесу под Бранденбургом. Сначала пресса просто посмеялась над этой историей, но затем стало известно, что мышиная война обошлась налогоплательщикам в полторы тысячи евро, и в народных избранников полетели язвительные стрелы праведного гнева.